Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. В регионе высокая пожарная опасность 4 класса. Спасатели и полицейские напоминают о правилах безопасного отдыха на природе. Цифровые технологии доступны и школьникам, где можно получить новые знания и заручиться поддержкой опытных разработчиков. Новая регистратура и модернизированная картотека. Поликлиника Центральной клинической медсанчасти после ремонта сможет принять в два раза больше пациентов. Сельские труженики завершили посевную в Ульяновской области, в передовиках Базарно-Сызганский, Вишкаемский, Корсунский и Николаевские районы. В этом году аграрии увеличили яровой сев почти на 74 тысячи гектаров, на треть нарастили посевные площади под овощами, взяв хороший темп. Губернатор поставил перед отраслью сельского хозяйства задачу обеспечить региональные магазины собственным борщовым набором. Ульяновские фермеры с этого года уже начали заключать контракты с торговыми сетями на годовое обеспечение картофелем. Сортировку отходов раскритиковали в областном правительстве. Глава региона поручил подготовить типовой проект финансовой модели для оборудования комплексов по переработке ТКО, по примеру, завода в Московской области. С несогласными операторами регион готов попрощаться. Если с АПК ситуация со знаком «плюс», то к работе по вывозу и захоронению отходов много претензий. Глава области отметил, нужно наводить порядок. Хочу отметить, что нет ни одного оператора, ни одного полигона, который бы соответствовал требованиям сегодняшнего времени. Собирайтесь, привлекайте инженеров, привлекайте специалистов. Есть много компаний, которые производят оборудование и разрабатывают. Наступило лето 2022 года, и к водоснабжению в ряде населенных пунктов вновь вопросы. Хотя движение началось. В этом году работы пройдут в 12 населенных пунктах и коснутся 64 тысяч человек. Мы планируем завершить реконструкцию порядка 8 километров в станции Бряндин Чердоклинского района. Работы выполнять в Новочеремшанске Новоклинского района, в поселке Октябрьский Чердоклинского района. И провести ремонт объекта водоснабжения в 18 населенных пунктах. И эти цифры могут вырасти. Регион получает из визерального центра беспрецедентные 500 миллионов рублей. Часть средств пойдет как раз на вопросы водоснабжения на селе. А в областном центре важная статья расходов мосты через Свиягу. Новый неподалеку от 19 микрорайона обещают возвести уже через год. Постепенно двигается и реконструкция старого Свияжского моста. Установлены сроки по монтажу пролетных конструкций, по путепроводу и мостовому переходу через Свиягу. 31 декабря, то есть с Нового года, мы планируем восстановить движение трамваев по основному ходу. Не забыты и нацпроекты. В рамках медицинского в 2022 году обещают возвести 5 ФАПов и одну амбулаторию. На сферу культуры направят более 300 миллионов рублей. Сегодня идет строительство сельского дома культуры в Старо-Тимошкино. И объект планируется завершить до 1 сентября. Очень надеюсь, что все получится. Параллельно идет реконструкция театра юного зрителя. И мы также должны до конца 2022 года завершить строительно-монтажную работу. На этой неделе в Санкт-Петербурге проходит традиционный экономический форум, где работает и делегация нашей области. У ульяновцев переговоры о сотрудничестве с Белоруссией, Вьетнамом, Ираном, а также с потенциальными инвесторами внутри России. Игорь Кранцев, среди свечников, Вест Ульяновск. Ульяновская городская администрация собирается перевести некоторые пассажирские маршруты на регулируемые тарифы. Скоро стоятся торги по шести автобусным направлениям. Еще четыре готовят к этой процедуре. Также на треть увеличено количество укороченных рейсов от Заречной до Центробанка, что решило одну из транспортных проблем на нижней террасе. Предпринимателю Савельеву выдано временное свидетельство на маршрут номер 37, от обслуживания которого суд отстранил компанию УТК. Аналогичная процедура запущена и по маршруту номер 72. Это лишь часть мер, которые приняты после проверки работы коммерческого пассажирского транспорта в городе. За первый квартал комиссия выявила нарушение у 20 перевозчиков протокола, отправленного в областное министерство транспорта. Сейчас второй этап мониторинга, по результатам которого некоторые владельцы маршрутов могут и вовсе лишиться бизнеса. Сотрудники МЧС и полиция, а также общественники провели рейд по пожарной безопасности. В этот раз в парке 40-летия ВЛКСМ на верхней террасе. Его посетители неоднократно пренебрегали запретом на разжигание костров в лесах. При том, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Неоднократно и как посетители, и как дирекция парка 40-летия культуры отдыха, 40-летия ВЛКСМ обращались с жалобами, что гости разводят огни, костры, мангалы с собой притаскивают, приготовляют пищу. Также, да, напоминаем, что это запрещено. Цель как бы ставить не то, что там наказать человека, а предупредить вот это все, то есть рассказать, какие проблемы могут возникнуть вследствие живота банального костра. Но штрафы за подобные нарушения есть, и с июня они увеличились в разы. Санкции для граждан от 5 до 15 тысяч рублей и до 400 тысяч для юридических лиц. Раньше минимальный штраф составлял 2 тысячи рублей. Наказание рублем действует за разведение костров и в частном секторе, если, например, от очага до дома менее 50 метров. В чердаклах, да, и там, да, ребята отдыхали, культурно отдыхали, и после них был очень сильный пожар. Да, было много пожарных машин приезжало, все это тушили, очень было страшно. Для выявления правонарушителей применяется беспилотник, квадрокоптер, мониторит местность воздуха, желтый уровень опасности в Ульяновской области сохранится на ближайшие дни. Информационные технологии шагают вперед. В Ульяновской школе номер 62 готовится к открытию IT-куба. Это будет центр дополнительного образования, рассчитанный на ускоренное освоение знаний в сферах современных информационных технологий. Проект объединит компании лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. Данный центр образования планируется открыть в сентябре, а летом в помещениях проведут ремонт. Наша принципиальная позиция, чтобы все эти пространства были современные, из современных материалов. Это будет новая мебель, новое пространство, новая компьютерная техника, новые интерактивные панели, сохраняются и традиционные доски, но в каждой аудитории будут и интерактивные панели. Это уже третий подобный центр в Ульяновске. Ранее IT-кубы появились при техническом университете и в Засвияжге. В них в рамках реализации нацпроектов в сфере образования бесплатно обучается тысяча юных ульяновцев. Развитию звена первичной медико-санитарной помощи президент Владимир Путин уделил особое внимание, ставя задачи, которые необходимо решить при реализации национального проекта здравоохранения. Новый ФАП в конце весны распахнул свои двери для жителей села Екатериновка. На его строительство было выделено более 8 миллионов рублей. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен медицинской мебелью и оборудованием. Все это позволяет оказывать современную качественную медпомощь жителям села в комфортных условиях, а главное – в шаговой доступности. Мы сперва ждали, что это строится, не знали. А потом, конечно, неожиданно для нас, но приятно. Мы очень рады, жители села Екатериновка, что у нас открылся ФАП, красивый, новый, современный. Сейчас ФАП работает два дня в неделю, из соседних сел сюда приезжают врач и фельдшер, но уже скоро, благодаря программам поддержки молодых медиков, пункт не будет простаивать. Мы сейчас ожидаем уже готовые документы на подписание и согласование с Минздравом и с училищем, у нас по программе «Земский фельдшер» в этом году после окончания училища должна прийти девочка, которая будет здесь работать на постоянной основе, то есть ФАП будет работать постоянно. Только в прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе построено 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, где созданы максимально комфортные условия для сотрудников и пациентов. А еще 6 современных ФАПов в сельских районах будет построено до конца этого года. В этом году в Ульяновской области обновят 8 больниц, и сейчас ремонт завершается в первой поликлинике центральной клинической медсанчасти, там появится открытая регистратура и модернизированная картотека. Теперь медицинскую помощь и иные услуги пациенты будут получать на одном этаже. Очень доступно и очень удобно. Четкая мушутизация будет отработана. Она и сейчас есть, но это будет еще более усовершенствовано. И сейчас мы работаем над тем, чтобы еще, так как проход свободный в поликлинику, то мы сейчас занимаемся разделом, еще прикрепляем к себе население территориально. И любой желающий может прикрепиться к нам территориально и обслуживаться в нашей поликлинике. Медицинский осмотр ежедневно здесь проходят специалисты автозавода. Прием ведут терапевты, узкие специалисты. Всего сейчас за поликлиникой закреплены полторы тысячи пациентов. Мощности больницы сегодня расширены. Она готова принять еще три тысячи ульяновцев. Больше становится поликлиникой. Наоборот, это большой плюс для нашего района. В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта здравоохранения. За семь дней в регионе пройдут дни открытых зверей в областных больницах. Продолжится выездная работа фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных флюорографов. Также в субботу во всех поликлиниках областного центра можно пройти диспансеризацию. В Вести Ульяновская телеканаля России. Мы продолжаем. Приют для женщин в селе Ляховка Маинского района открыли женский монастырь на месте трудовой общины для людей со сложной судьбой. Обитель получила название Знаменское в честь иконы Знамения Господни. Это третий женский монастырь в Ульяновской области. Произошло непосредственно оглашение решения Священного Синода о создании здесь женского монастыря Знаменского и о назначении игумени. Таким образом, фактически образовался в области юриспруденции нашей патриархии женский монастырь. Надо отметить, монашеская община появилась тут намного раньше, еще в 2011 году, тогда совершили первые семь постригов. Сейчас в женском монастыре 12 насельниц. Женщины ежедневно молятся и трудятся. Основная часть посвящена молитве, служим, богослужению. Вторая часть меня, конечно, посвящена работам, потому что за нас тоже никто ничего делать не будет. У нас и огороды, мы учимся иконописи. Мы вообще пока все мы учимся. Учимся иконописи, учимся понемногу делать мыло. Вот. Ну, трудимся, по славу Божию. Также женщины обустраивают территорию монастыря. Тут идут большие строительные работы для комфорта монашеской общины. Плюс строится гостиничный комплекс для паломников. В Ульяновске стартовала оздоровительная компания, но не все дети отправились в загородные лагеря или к бабушкам в деревню. Многие остались дома. Для них в школах и детских садах работают специальные группы. Здесь они закаляют свой дух и тело, и даже собирают первые дроны. Элла Шахова подробнее. Утренняя зарядка на свежем воздухе. Что может быть лучше? Лучше может быть ходьба по дорожкам здоровья, а еще музыкальные подвижные игры. В этом детском саду летом вся деятельность максимально переносится на улицу. В детском саду организуются подвижные игры, спортивные игры, игры-соревнования, аттракционы, флешмобы, физкультурные развлечения. С учетом погодных условий организуется боссохождение с детьми старшего дошкольного возраста. С успехом используются на территории детского сада квест игры и спортивное ориентирование. А в губернаторском инженерном лицее сейчас работает смена труда и отдыха для старшеклассников. Помимо игр и занятий на спортивной площадке, ребята поливают школьные клумбы, убирают скошенную траву. А еще некоторые из них примерили на себя роль педагога и стали вожатыми у младшеклассников, которые отдыхают в пришкольном лагере. Они готовы практически на любое мероприятие. Они говорят, давайте здесь сделаем вот так. Они говорят, да, давай, бежим. И все вместе идем играть в какую-то активную игру. Мы играем в запутайку, в лягушку играем, в повторяшку, поменяемся местами. Со следующего учебного года в лицее откроются инженерные классы среди пятых и шестых параллелей. Но в углубленном уровне в них станут изучать математику. А в рамках внеурочной деятельности у них будет авиамоделирование и основа работ с беспилотными летательными аппаратами. Кураторами и партнерами этого проекта будут Московский авиационный институт и Ульяновский авиастар. В лицее решили не ждать сентября и подготовительную работу начали уже сейчас. Я создаю дроны и летаю на них, учусь. Еще мы здесь учимся работать в команде, учимся работать с инструментами и учимся там паять. Скоро соберу и буду учиться хорошей везе. Я говорю. Родители рады, что дети заняты летом. И некоторые говорят о том, что июля, и август тоже было бы неплохо позаниматься. А 246-й детский сад со своим оздоровительным проектом, который будет отрабатывать все лето, по осени примет участие в федеральном научно-общественном конкурсе «8 жемчужин дошкольного образования» в номинации «Здоровый дошкольник». Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Дневники детских душ, истории глазами пропавших детей. В Молодежном центре современного искусства на Ленина открылась выставка поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Ульяновской области. Экспозиция посвящена семи трагическим историям. Каждая из них основана на реальном поиске. Это истории о том, что часто бывает поздно. Позвонить на горячую линию поискового отряда, думать, что все еще можно обернуть назад, сказать другие, более верные слова. Суть идеи – это истории глазами пропавших детей. Здесь представлены семь историй. Когда мы пишем истории поиска в наших отчетах, например, как поисковики, мы излагаем этот отчет задачами. Здесь же мы попробовали представить ситуацию, как ребенок бы смотрел на свою историю пропажи. И в художественном смысле эти истории изобразили. Выставка необычная. В маленькую темную комнату запускают по одному человеку с фонариком, двери запирают. Работы нужно рассматривать против часовой стрелки. На стенах развешаны истории, которые описывают трагические события в жизни ребенка, которые можно было бы сохранить, если бы люди не были равнодушны. Выставка «Дневники детских душ» – это очень интересная выставка, которая совмещает в себе и компонент искусства, и компонент арта, и важнейшую из тем, которой занимается поисковый отряд «Лиза Алерт». Это поиск пропавших детей и вообще привлечение общественного внимания к такой проблеме, как пропажа детей. Мы понимаем, что дети могут исчезнуть в любую секунду. То есть они могут отвлечься, отбежать, они могут попасть в беду. И важно, чтобы защита детей от таких ситуаций была не только заботой их родителей, но и заботой каждого из нас. Выставка «Строго 18 плюс». Ее не рекомендуют посещать людям с психоневрологическими расстройствами и эпилепсией. Экспозиция продлится до 26 июня. Будущие медики провели «Зарницу» в честь Дня России. Это аналог военно-патриотической игры, известной еще с прошлого века. Учащиеся из Заворского колледжа сумели доказать, что они не только владеют знаниями в своей сфере, но также метко стреляют и знают воинские звания. Студенты самого медколледжа, гости из реабилитационного центра «Причал надежды» – волонтеры. Казалось бы, «Зарница» образца 2022 года не выходит за пределы одного района города. Но фактически уже на открытии Заволжский медколледж назвали примером для других учебных заведений. Игра – это военно-патриотическое воспитание. Она как раз нацелена на то, чтобы развивать патриотизм в нашей стране. Заданий немало и простыми их не назовешь. Даже с учетом подготовки ребятам приходилось непросто. Другое дело, что товарищи по команде своих поддерживали и весьма эмоционально. Время летело быстро. Во-первых, на те или иные задания отводились считанные секунды. А, например, от точности стрельбы зависел общекомандный результат. А еще и потому, что ребятам действительно было интересно. Самое сложное из заданий, пожалуй, было химатака. Химатака. Потому что довольно проблематично одеть противогаз за короткий промежуток времени. А самое простое? Самое простое – это воинские звания. Широкий бинт. И на каждую половинку накладывается следующий этап бинтования. Преподаватели на Зорнице – не строгие экзаменаторы, а скорее старшие товарищи. Особенно на заданиях, связанных с оказанием врачебной помощи. Все-таки учебное заведение медицинского профиля. А большинство участников – первокурсники. Как раз мы рождены для того, чтобы все это предотвращать. Особенно наша медицина. Помощь на поле боя, помощь в любых условиях должна быть оказана всегда вовремя и правильно. Поэтому мы над этим и работаем. Готовилась мало, очень быстро всплываю диван. Противогаз за секунду наденут, гранату в цель точно метнут. Представительницы прекрасного пола на Зорнице ни в чем не уступали парням. А где-то будущие медсестры и фору в сильной половине человечества дадут. Подобные состязания в медколледже уже традиция. Такие общеколледжные бывают не так уж и редко на самом деле. Но так как я состою в патриотическом клубе медсанбат, у меня намного чаще соревнования и всякие слеты. Но в завершении Зорницы участников и гостей ждала солдатская каша. Угощение добавило хорошего настроения командам вне зависимости от занятых мест. И, конечно, позволило восстановить силы после непростых испытаний. Игорь Кранцев, среди свечников, Вест Ульяновск. В Национальном парке Сенгелеевские горы открыли новую экологическую тропу. Находится она в трех километрах к югу от Шиловки. Новый маршрут стал вторым. Сеть экологических троп создается для того, чтобы с видовым разнообразием Национального парка познакомились не только ученые. Пройдя по новой тропе, можно увидеть сначала сосновые, затем смешанные широколиственные леса. За время экскурсии посетителям могут встретиться несколько десятков видов птиц. Также можно будет отметить пребывание нескольких видов животных. Одна экологическая тропа, тропа сурка у нас уже есть, она идет по степным ландшафтам. И там можно познакомиться со степными сообществами. В первую очередь, это сурки, степные виды птиц, животных, насекомых. Вот эта тропа у нас новая, вторая по счету, она идет по лесным сообществам. Протяженностью она 1,6 километра. Как вы видите, она находится и проходит как раз через памятник природы, Шиловская шишка. Это одна из самых высоких точек Ульяновской области и самая высокая точка Национального парка Сенгелеевские горы. Первыми по новой экологической тропе прошли учащиеся местные школы. Просто так попасть на территории зоны особой охраны не выйдет. Для того, чтобы пройти по маршруту, нужно заказать разрешение на сайте Сенгелеевских гор или по телефону Национального парка. Экологично, натурально, душевно. Житель Майнского района организовал у себя дома необычное производство по изготовлению сувениров из дерева. Его продукция уже популярна не только в районе, но и в городах нашей страны. Максим Бажанов познакомился с мастером. Это у нас получается основа. Основу мы будем покрывать марилочкой, чтобы был оттенок. Андрей Буканин знает о изготовлении сувениров из дерева все, если это, конечно, касается лазерной резки. Свой первый станок мужчина однажды получил на день рождения от сыновей. С тех пор любовь к деревянным кружевам только растет. Андрей даже бросил профессию строителя. Сувениры из дерева стали главным семейным доходом. Четыре года уже я вот отсюда, как бы я вот нахожусь здесь, вот у меня дома. Вот я выхожу на веранду, да, здесь у меня получается моя мастерская. Вот когда вот много работы, я отсюда вообще даже не вылазил, потому что мне это нравится. Вот он просыпаешься, а у меня уже, так, я сегодня буду делать вот это, вот это, вот это вот. Нравится мне здесь. И все потому, что от дерева веет теплом, признается мастер. Плюс мотивирует восхищение людей при виде готовых изделий. А восторгаться и правда есть чему. Среди работ мужчины, шкатулки, чайные домики, копилки, всего более 500 вариаций сувениров из дерева. При этом стоит учесть, Андрей Самоучко лазерную машину познавал народным методом тыка. Метод тыка был такой, что вот, ну, раз, так руку заслонишь, а лазер-то идет, и тут сейчас загорается, раз, ожог. Раз, ну, сразу же прижигает, но ничего, все привыкло, все уже ничего не жжешься. Что касается компьютерной части, тут помогают знакомые. Мастер рассказывает идеи нового сувенира, а уже они в специальной программе рисуют узоры для лазерной резки. Сейчас продукция Андрея можно сказать на расхват. Ее заказывают в Ульяновск, Пензу и даже в столицу нашей страны. Мастер планирует географию расширять, вместе с тем выходить и на новую производительность. Будет помогать сват. На примере Андрея мужчина купил себе такой же станок. Максим Бажанов, Денис Миронов. Вести Ульяновск из Майнского района. Завершит наш выпуск информации синоптиков Ульяновского гидрометцентра. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вам дня. Нечем платить кредит? Работайте день и ночь. Жизнь превратилась в гонку. И кажется, что выгода нет. Обратись в Росбанкрот. Верни себе спокойствие. 8 800 550 67 67. Первые в Ульяновске. Свежий улов. Прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 13 по 18 июня. Торговый центр Сити. На Карла Маркса 13А. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по области от 25 до 30 градусов тепла. В Ульяновске плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление существенно не изменится. Атмосферное давление существенно не изменится.